Всем привет! В эфире Универньюз. С вами Аделья Шамилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. С природой шутки плохи, угроза летит на семи ветрах. Университетский проект «Умная Казань» начал свою работу. Новое интересное направление покорило авторитетный рейтинг. О том, что такое наука маленьким казанцам и их родителям рассказали участники нового научно-популярного проекта, первое занятие которого прошло на базе Центра магистратуры Института психологии и образования КФУ. Как объяснить ребенку, что такое химия доступным языком, а как сделать своими руками знаменитый напиток Кока-Кола? Все это рассказали и показали на первом уроке научно-популярного проекта «Умная Казань». Суть нашего проекта в том, чтобы дать детям возможность поделать опыты своими руками. То есть мы доносим информацию о разных естественных науках через опыты, которые дети делают своими руками. В Казани наш генеральный партнер Казанский федеральный университет. Все наши мероприятия проходят на площадке КФУ. Все наши сотрудники из КФУ. Площадка для этого проекта не случайно выбран Институт психологии и образования Казанского федерального. Ведь здесь студенты первых курсов, еще не забывшие, что такое быть ребенком, легко и доступно могут объяснить детям даже сложные термины. Первый урок проекта «Умная Казань» открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Мы пригласили вместе с нашими партнерами, с выпускниками Московского государственного университета, и работают наши аспиранты, преподаватели, магистры, вот на этот проект. Назвали его «Умная Казань», по примеру, как в Москве назван проект «Умная Москва». Очень интересно то, что здесь все опыты, все эксперименты делают дети сами. Со следующего года в составе университета заработает и детский сад, поскольку мы готовим учителей для начальных школ. То есть на площадке детского сада и лицеев готовятся студенты для того, чтобы сразу адаптироваться в школьную среду и понять прежде всего, сумеют они с детишками работать или не сумеют. Правильно они выбрали свою профессию или неправильно. Благодаря проекту «Умная Казань» решаются сразу несколько задач. Дети от 7 до 10 лет, от 10 до 14, в зависимости от уровня подготовки, получают первичные научные знания. Студенты-педагоги оттачивают свои навыки общения с детьми, а родители вспоминают то, что было усвоено еще в школе. На самом деле мое впечатление об университете очень кардинально поменялось, потому что университет в моем понимании там какие-то там 12 лет назад, когда я заканчивала его, да, и сейчас это совершенно другой уровень. И естественно у меня и мнение поменялось, и ребенка своего я, конечно же, сюда бы на такие мероприятия привела как бы и не один раз. Несмотря на то, что я химик, я узнал много новых вещей, несмотря на то, что я обладаю какими-то уже знаниями по химии, а программа уже называется «Химия и жизнь», многие вещи были для меня новыми, или там некоторые акценты, которые он сделал, были для меня интересными. Проект очень интересный, познавательный, действительно прививает ребенку интерес к наукам, несколько с иной точки зрения объясняет происходящее. Дети счастливы и довольны, поэтому я уже даже здесь приобрела билет на следующую программу, которая приедет в астрономию в октябре месяце. Основной целью проекта является не зубрюшка каких-то терминов и непонятных для детей фактов, а полное погружение в науку. Мы здесь делали кока-колу, мы смешали сахар, соду пищевую и все перемешали. Мы сегодня делали таблетки, еще мы сегодня искали металл и делали его еще сами. А еще мы сегодня узнали много нового. Делали нитки. Вилку. Вилку, да. И это все у нас в этом чемоданчике. Уникальные опыты, хитрые манипуляции с веществами, неожиданные выводы и яркие демонстрации. Организаторы постарались делать все, чтобы дети и их родители запомнили занятия навсегда. Диана Шилова, Эльнар Домлетьяров, Универ Ньюс. Искусство и гуманитарные науки Казанского федерального уверенно заявили о себе на весь мир, закрепив свои позиции в авторитетном британском издании Time Higher Education. С чем связан столь громкий прорыв, расскажет наш корреспондент. Казанские вузы Казанские вузы стремительно набирают популярность по России и, пожалуй, уже традиционно огромный интерес у абитуриентов вызывает Казанский федеральный университет. О чем наглядно свидетельствует пятая позиция в рейтинге Яндекса по поисковой популярности российских вузов. Закреплять свои позиции в известных рейтингах в принципе для КФУ обычное дело. Например, совсем недавно был обновлен авторитетный рейтинг британского издания Times Higher Education, где Alma Mater впервые продвинула в рейтинг направлению искусства и гуманитарной науки и заняла позицию 201-250. Очень правильно была выбрана нишевая специализация, фокусировка именно вот там, где, скажем, в актуальной мировой повестке происходит дискуссия по актуальным направлениям развития. То есть надо сказать, что родив Ревкачева коллектив, они сработали в этой части очень эффективно. Несмотря на неисчислимое количество достижений, все-таки каждый из них достается Казанскому федеральному лишь благодаря неподдельному труду. Чтобы закрепить свои позиции в направлении искусства и гуманитарной науки, КФУ поработал над индикаторами эффективности по пяти направлениям. Средообучение, исследование, цитирование, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности. То есть у нас есть дорожная карта, и мы ритмично стараемся ее выполнять. То есть в правильных журналах это публикуемся, насколько актуальны те проблемы, которые мы решаем, насколько они интересны мировым ученым. Вот эти задачи позволяют нам это все хорошо отслеживать. Немало важно и то, что при составлении рейтинга искусства и гуманитарной науки университет продемонстрировал как минимум 250 публикаций в данной научной области за последние пять лет. Как известно, результаты благотворной работы никогда не заставляют себя долго ждать. О чем и заявляют громкие результаты старейшего вуза нашей страны. Адельша Милова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. В КФУ прошел первый этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в котором приняли участие более 200 студентов Казанского федерального. Подробности в сюжете Олесь Чептаревой. Готов к труду и обороне. Именно под этим лозунгом 23 сентября в культурно-спортивном комплексе Уникс прошел первый этап фестиваля ГТО. На торжественном открытии участников приветствовали проректор по социально-воспитательной работе и заведующий общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта. По итогам сдачи норм ГТО в 2016 году были вручены золотые значки студентам третьих и четвертых курсов. В спортивном зале Уникс участники сдавали тестовые упражнения комплекса ГТО, которые включают в себя прыжок в длину, наклон вперед, рывок к гире, подтягивания на высокие и низкие прикладинах, подъем туловища, исположение лежа и сгибание рук в упоре лежа. Сегодня состоится второй фестиваль ГТО, КФУ мы проводим. По итогам прошлого года мы довольно успешно поработали в этом направлении. У нас 77 значкистов, которые выполнили на золотые нормы ГТО. В результате выполнили нормативы комплекса ГТО 843 человека. Золотой значок получили 76 студентов, сребряный – 143, бронзовый – 624. По итогам первого этапа отопраны кандидаты в сборную команды КФУ, которые будут защищать честь нашего вуза на втором этапе ГТО в Поволжской академии спорта и туризма. Олеся Чебетарева, Владислав Сергеев, Универньюз. Вероятность того, что ураганы могут затронуть центральную часть России, довольно велика, считает ученый КФУ. Стоит ли опасаться бушующей угрозы, узнавала Аурелия Сташкова. В мире бушуют ураганы, не обошли стороной они и Россию. Сегодня устраняет последствия тайфуна Толин на Сахалине и урагана в Калининграде. В это время в Доминикане борются со страшной стихией. На это небольшое государство, расположенное на одноименном острове в Карибском море, обрушился ураган Мария. Его скорость ветра достигает 260 км в час. Это тайфуны, это тропические циклоны, их вид, они возникают уже в Китайском море и так далее, и наносят ущерб в основном странам такого Дальнего Востока. Она немножко застается. Почему? Потому что они теряют силу, проходят через Японию, подходят к нашему Сахалину, Камчатку, Камчатке. Это уже высокие широты. Могут ли центральные районы России в ближайшее время пострадать от ураганов, подобных тому, который обрушился 29 мая 2017 года на Москву и Московскую область? Вероятность нулевая. Почему? Потому что давайте посмотрим на этот вид. Это как раз сокрушительный ураган Мария, скорость которой достигает 240 км в час. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз. На этом все на сегодня. Будь в теме вместе с Универньюз и не забывай смотреть нас в социальных сетях. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok